Здравствуйте! В эфире передача по факту. Наш гость, лидер движения Азат Агрум Мика Бадалян. Здравствуйте, Мика! Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Мика, скажите, насколько было неожиданным, на Ваш взгляд, нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении? И почему мы так беззащитны? Ну, здесь, наверное, можно применить такое выражение. Оно не было неожиданным от слова совсем. Потому что мы писали, трубили, в этот же день я говорил о том, что неизбежно нападение. Да, лично я считал, что оно будет после того, как пройдет саммит ШОС. Но они решили его сделать быстрее. И сейчас понимаю, почему. Потому что, в частности, это позволило Пашиняну не лететь на этот саммит. И где его ждала очередная очень неприятная встреча. Хорошо, если это было известно. Почему мы так беспомощны? Потому что, по моему мнению, это повторение тот же совершенно сценарий, что и 44-дневная война. Где это не война, не борьба, а это подготовленное поражение. Более того, на мой взгляд, это может быть даже просьбой Николы Пашиняна, Ильхаму Алиеву, чтобы он пошел в наступление для того, чтобы Пашиняна мог сказать те слова, которые он сказал в парламенте, о том, что он подпишет там любую бумагу. Следующим этапом должно стать очередное наступление, которое будет еще сильнее, которое будет еще страшнее, и где будет намного больше жертв. Нет, это наступление. 135 человек за 2 дня. Это ложь. Официально это ложь. Даже Пашиняна сказал, что цифра не окончательная, цифра намного больше. Ну да, учитывая, что это всего лишь гуманитарное перемирие, в любой момент может возобновиться. Цифра много больше. Нет, не то, что может возобновиться, оно возобновится, оно необходимо, без этого первый этап не нужен. Сейчас будет второй этап наступления. Сейчас когда, наоборот, взгляд? Оно может начаться в любую секунду. Хотя, мне кажется, что есть у нас несколько дней, и это связано с предстоящим визитом на НСП «Лоси». Пока она не прилетит, пока не улетит. Если до ее прилета не случится, тогда точно после ее отлета, скорее всего, начнется. То есть, я думаю, что у нас есть несколько дней подготовиться хоть как. А кто будет готовиться? Мы понимаем, что от этой власти нам ждать нечего. Чего ждать от оппозиции? У нас сейчас борьба идет на два фронта. Первая – это борьба с внутренним врагом, вторая – это борьба с внешним врагом. А у нас у кого? У армян. У армян. А где лидеры у армян сегодня? Я не знаю, где они. Вот народ вышел на улицы. Я не знаю, где они, но при этом, но при этом, при всем. Я надеюсь, что они появятся, что они проявят какие-то действительные решения, серьезные, объявят там альтернативное правительство, выйдут, скажут. Потому что народу не за кем идти, вы совершенно правы, но, опять же, ответственность несет каждый из нас, каждый армянин. Мы очень любим перекладывать ответственность. Виновата оппозиция, виноваты бывшие, виноваты русские, виноваты эти, виноваты те. При всем при этом, если нас выйдет на улицы Еревана 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, мы катком пройдемся по всем и просто уничтожим существующую власть. А вы верите, что это возможно? Я верю, что это возможно, потому что я до последней капли буду верить в свой народ, в свою нацию. И до последнего буду бороться. В происходящем, ну, о власти даже нет смысла говорить, но, конечно, есть доля, наверное, вины и оппозиции. Но я вот что хочу спросить. Как вы считаете, достаточно ли помощь России в сегодняшних событиях? Сегодня надо оценивать ситуацию. Конечно, мы все ждем там полномасштабной помощи. Я скажу то, во-первых, Россия, она, я всегда говорил о ее большой проблеме, что она не говорит то, что делает. А в нашем мире это, если ты не сказал, если ты не показал, значит, ты не сделал. Ну, вот что-то она говорила на заседании СУБЕС, а он не очень в пользу Армении. Да, при этом, при этом, допустим, на, по факту сейчас, возможно, за это на меня обидится распространение этой информации, но на 102 базе, в Гюмри, людей сейчас нет. Знаете, почему? Почему? Они все на границе нашей. Всех подняли. Все стоят сейчас на позициях. При этом, вы должны понимать, что Россия находится сама, во-первых, в непростой ситуации сейчас, да, у них СВН на Украине, где есть определенный переломный момент, что также стало причиной... Возможно ли, что, вот, скажем так, такие действия России в СУБЕС и ООН вызваны ситуацией на Украине? Нет, я не считаю так, в моем мнении. Мое мнение, что они вызваны исключительно поведением нашей власти, потому что они очень много врали, очень много обещали, не они даже, а ООН, конкретно. Но многие другие страны занимают значительно более проармянскую позицию сегодня, чем Россия. Да, при этом, что от занимать позиции до перейти к делу, пропасть, сказать можно. Еще раз говорю, Россия, она в этом плане очень сильно не дорабатывает, проигрывает, не умеет, где правильно надо сказать, правильно сформулировать и рассказать о действиях. О том, что... Так ведь и действий особо мы не видим. Ну, я вам... Это база на границе, но 135 человек только по официальным данным. А это виновата Россия? Ну, Россия может и не виновата, но адекватно есть. А скажите мне, пожалуйста, у нас в стране сейчас есть военный конфликт? Вы имеете в виду с Азербайджаном? С кем военный конфликт? Вообще есть? Есть военный конфликт? Вы сами знаете. А на государственном уровне он есть? Вы видите, что происходит. Военное положение введено? Не введено. Не введено. Каким образом государство должно реагировать, если наши провластные депутаты говорят, что это пограничный конфликт? Они говорят о том, что пограничный конфликт. Наша власть, то есть мы, Армяне, потому что они представляют нас. Не вводим ни военного положения, мы не говорим о том, что есть проблема. При этом мы считаем, что Россия должна быть больше армянами, чем сами. Мы прийти и что-то сделать. Значит, не на кого Армении рассчитывать получается. Ну, так если... Что значит не на кого Армении рассчитывать? У Армении нет никаких проблем. У Армении, как мы говорим, что власть представляет Армению, у нее нет никаких проблем. Если Армения сама себе не нужна, если мы не можем... Мы, армяне, жители Армении, граждане Армении, если мы два года не можем убрать предателей, нам нужна Армения? Ну, хорошо. Во-первых, я хотела вас о чем спросить. Имеется ли у вас информация об обстрелянных российских машинах? Да, имеется. Что происходит? Ну, это провокация. Опять же, здесь надо понимать, что... Как на это отреагируют, мы посмотрим. Пока что такой сильной реакции нет. Но надо понимать, что Азербайджан, естественно, действует не один. И это все попытки открыть реальный второй фронт. Втянуть Россию в полноценный конфликт здесь. Хорошо. А как вы оцениваете действия ОДКБ в сравнении с Казахстаном? В сравнении с Казахстаном, да. Теперь скажите мне, когда... Ну, во-первых, ОДКБ это организация... Ну, мы все знаем, что она как бы так себе. Основной ее плюс это то, что мы покупаем оружие по брусовым ценам. Но, если мы сравним с Казахстаном... В Казахстане в стране был введен режим чрезвычайной ситуации? Режим был введен... В Казахстане были брошены все силы на борьбу с этим. И Казахстан не справлялся с этим. Знаете, кто знает, если бы здесь был введен, возможно, ответ был бы тот же. По крайней мере, военную помощь запросили. Теперь вы говорите со слогателем на плане. Военную помощь запросили в любом случае. При этом военную помощь запросили. При этом у нас конфликта нет. У нас военного положения нет. Мы свои силы не мобилизуем. Но при этом просим у кого-то помощь. Как это возможно? Возможно так, как это происходит. Это возможно только для того, чтобы дискредитировать организацию и дискредитировать союзники. При этом я сейчас не встаю ни на чью сторону. Я не пытаюсь защищать. Я пытаюсь объективно подойти к вопросу. Если у нас нет конфликта по мнению властей, если у нас нет проблем, если мы не собираемся, если мы не мобилизуемся, если мы не идем защищать свою родину, свои границы, почему кто-то должен отправлять своих солдат к нам? Тем не менее, русофобские настроения вновь очень сильны. Как вы считаете, не может ли Россия окончательно потерять свое влияние? Конечно, может. Ее это не заботит? Заботит. При этом вопросов здесь несколько. Конечно, что сейчас, еще раз говорю, Россия, во-первых, находится в непростом положении сама. Во-вторых, нам надо понять, нас это не заботит? Если Армения выходит из-под сферы влияния России, под кем она будет? А говорить о разговоре о самостоятельной, независимой, полностью в геополитическом плане Армении, это абсолютный бред и утопия. Либо человек дурак, либо человек предатель. Потому что это невозможно в наших реалиях. Запад, да? Смотрящий, так называемое слово употребляю, смотрящий от Запада в Армении, не в Армении, а в нашем регионе, это Турция. Да, у нас ситуация очень тяжелая, потому что сейчас Россия не хочет или не может, альтернативы у нас нет, потому что мы либо с Россией, либо под Турцией. Все, у нас нет никаких других вариантов. Абсолютно. И сегодня, что мы должны сделать? Сегодня мы должны, прямо сегодня, прямо вчера, мы должны показать, что мы в силах хотя бы свои внутренние вопросы решили. Мико, вы российский подданный, яという. Кто стал что-то российский подданный? Вы не российский подданный? Нет, мякиский подданный. Вы отказались от российского поддану? У меня никогда в жизни не было российского гражданства. Вот как? У меня всю жизнь был только армянский паспорт. И никакого другого. У меня даже никаких там, не видов на жительство, ничего прочего, никогда не был в России. И в России я жил очень недолго. В фейсбуке гуляет известный со вчерашнего дня ролик «Нападение на вас». Это опять же в плане русофобских настроений. Какое-то продолжение имело место? Конечно. Во-первых, хочу сказать, что это, на мой взгляд, спланированная акция властей. Потому что это происходит второй день подряд. Сценарий один и тот же. Подходит некий человек, начинает меня оскорблять. Последними словами, да, конечно, затрагивает мою позицию того, что мы должны укреплять армянско-российскую дружбу. Не модно, если бы это не хотите. Ну, а я не особо слежу за модой. Я иду по своим правильным, неправильным, по своей правде. Далее он на меня нападает. Это были оба случая. И обязательно это происходит, где стоит полиция. Да, полиция при этом не реагирует. Я совершенно уверен, что все это делается для того, чтобы я дал ответку, так скажем, поднял руку, рукоприкластом занялся, совершенно верно, чтобы меня тут же вернули назад в тюрьму. Ну, я прекрасно понимаю, власть поступает, почему не так, потому что мой голос сейчас слышен довольно громко, и им он очень неприятен. Даже тот же митинг на Баграмяна, стихийный, я, конечно, не переписываю ни в коем случае его себе, но когда я туда пришел, там было 200 человек, показал, что я там начал обращаться к людям, и очень многие ко мне подошли и сказали, мы увидели, что вы здесь, Мика, и мы пришли. За что я каждому очень сильно благодарен. Что касается последствий, я благодарен крайней армянской полиции, потому что вчера, естественно, я подошел к сотрудникам полиции, высокопоставленным, которые меня все прекрасно знают, с митингов, я показал видео, сказал, что мне делать, подскажите. Они сказали, пожалуйста, езжай, пиши. Я поехал, написал заявление, в считанные часы его идентифицировали, его подвергли приводу, пока что дальнейшей судьбы я не знаю, но, насколько мне известно, он не гражданин Армении, гражданин Беларуси. В Беларуси на него уже заведено уголовное дело. По данному факту? По факту. Или по иным каким-то фактам? Нет, нет, по этому факту. А там он наговорил себе на очень многое, в частности, на разжигание межнациональной розни, на ущебление национального достоинства, за что был арестован Армен Григориан и доведен до смерти в тюрьме. Поэтому мы сейчас будем, конечно, следить, сегодня должны со мной связаться следователи, будем следить за развитием событий, держать обязательно это на контроле. Есть вероятность того, что его депортируют в Белоруссию назад, а белорусские тюрьмы, поверьте, они намного хуже, чем армянские. И там ему будут очень долго объяснять, что такие вещи будут нельзя. Вы сказали, что Россия не может быть большим армянином, чем сами армяне, и тем не менее, как по-вашему, на какой стадии все-таки возможно военное вмешательство России в армяно-рмяне? Есть красная линия какая-то? Я считаю, что оно возможно тогда, когда мы избавимся от этой власти. Когда? По вашему прогнозу. Это от нас зависит. Это либо сейчас, в ближайшие самые дни, минуты, часы, дни, либо никогда. И еще, нужно ли Армении членство ВДКБ при таком подходе к Армении? С учетом состава стран там. Смотрите, еще раз, членство ВДКБ ей нужно, на мой взгляд. Но Армении, ну хотя бы потому, что мы можем по крайне дешевым ценам, низким ценам покупать оружие. Это во-первых. Во-вторых, а? А где наше ПВО? А где наше ПВО? Спросите у властей. Вы не в курсе? Нет, ну это нас спрашивают у властей. Поспутники говорят, огромные деньги тратят. Вот, вот, а где оно? А ничего нет. Потому что им не нужно. Где покупается это оружие? Я не знаю, что где покупается, честно. И в этом плане я не углубляюсь. Я знаю, что у нас ничего нет. Я знаю, что у нас не хватает сегодня на постах людей. А добровольцев не пускают. Военное положение не вводят. Мобилизацию не проводят. Добровольцев не пускают. Сегодня Сурен Папикен сказал о том, что добровольцы, те, кто хотят пойти добровольцами, приходите в военкоматы. Но прийти в военкомат и встать там на учет добровольцев, это не означает, что тебя отправят на фронт. Я знаю очень много ребят, которые уже приходили в военкоматы и никого не отправляют, а фронт не пускают. Более того, я знаю историю, когда добровольцы поднялись на посты, когда им выдали оружие, они поднялись на посты. На следующий день их попросили спуститься, чтобы им выдали новое, лучшее оружие. А после этого их больше не пускают. То есть мы видим, что идет целенаправленная сдача, целенаправленное поражение и при этом попытка дискредитировать союзники. Потому что, но если нам это не нужно, если нам самим ничего, наша родина не нужна, мы ее сдаем. Да, слушайте, мне кажется, что на сегодняшнюю Армению совершенно справедливо уже махнули рукой. Кто? Все. За границей. Все с миром. Перефразируя, за границей нам не поможет. Весь мир. Потому что мы не хотим. Мы не достойны сегодня, чтобы нам кто-то помогал. Мы не достойны. Потому что мы два года не можем убрать человека, который признался в предательстве. Мы не можем. И зачем нам помогать? Что? Чтобы что? Чтобы вот он, Пашинян, ездил всем и лапшу на уши вешал. И портил отношение к нам. Для чего ресурсы сюда кому-то бросать? Ну, ради бога. Понимаете, что такое в геополитическом плане Армении? Ничего. Пути, перекрестки транспортные, о том, что говорит Пашинян. Да, не вопрос. Иран, сейчас все говорят об Иране. Иран, он защитит свои национальные интересы обязательно. А знаете, как он защитит, если мы будем продолжать такую политику? Он себе сюник заберет и все. Почему нет? Если мы раздаем свои земли, Иран тоже придет на эту ярмарку и заберет себе сюник. Все. Уже у него до того кусочка Армении, который останется, у него дорога своя будет. Нет проблем никаких. Все рады. Пашинян рад. Иран рад. Чего-то можно ожидать от оппозиции? На ваш взгляд? На мой взгляд, если они не примут каких-то решительных действий, то они не отправятся туда же, куда отправятся Пашинян. Потому что сегодня каждый, кто брал и берет на себя ответственность быть неким лидером, а депутат, оппозиция, это все лидер, это те люди, которые ввели на руку. Они разделяют ответственность. Если сегодня они не пойдут на волевые, на жесткие решения, значит им тоже не нужна Армения. Мика, какие новости по вашему уголовному делу? Пока, что никаких. Следующее заседание суда назначено на октябрь месяц, 13-18 октября. Посмотрим, на самом деле, не знаем, как это будет сейчас, как это будет развиваться. Возможно, показательно, так как с Россией такие отношения, возможно, захотят показательно для России, там, меня упечь в тюрьму, кто знает. Но, с точки зрения права, совершенно нет никаких оснований. Более того, я много раз говорил о том, что дело уголовное даже заведено не по закону. Мика, наше эфирное время подходит к концу. Есть ли вам что добавить к нашей беседе, сказать то, о чем я вас не спросила? На самом деле, у нас получилась очень интересная беседа и довольно эмоциональная. Но я хочу сказать только одно, повторить, точнее, не сказать, что ситуация в Армении, спасение Армении, это ответственность и долг каждого из нас. Совершенно каждого. И перестаньте, пожалуйста, мои дорогие соотечественники Армении, перекладывать ответственность и искать виноватого. Встаньте. Встаньте и пойдем. Просто снесем их всех. И у нас выйдет 200-300 тысяч человек. Мы просто снесем. Не нужен план, не нужен лидер, не нужно ничего. Пойдем, захватим все правительственные здания. Ну, тогда анархия без лидера. Ничего, мы уберем, и то у вас лидер появится всегда. Появляется. Свято место пустое не бывает. Нам сейчас, сейчас, не завтра, никогда это там не появится лидер. Нам сейчас надо от них избавиться. Все. Тогда вопрос решится моментально. В том числе и на границе. В том числе и на границе. Хорошо, Мика, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое. Передача по факту подошла к концу. С нами был лидер движения Азат Агром Мика Бадалян. Оставайтесь с нами. С вами был Игорь Негода.